Привет! С тобой долгожданные студенческие новости Казанского Федерального Универ Ньюс. А расскажу о них сегодня я, Леана Санамян. Смотри выпуски. Равняйся на Казанский Федеральный. Японцы заинтересовались опытом КФУ. В Казанском Федеральном проходит форум по модернизации педагогического образования. Как разработать микросхему из дерева? Расскажем в рубрике новости науки. Казанский Федеральный постепенно становится примером не только для российских вузов, но и зарубежных. Так, недавно нашими разработками в медицине и биотехнологиях заинтересовались в стране восходящего солнца. Что приглянуло с практичным японцем и почему КФУ задает моду университетам, выяснял Александр Александров. А сотрудничество КФУ и японского института Рикен уже впору слагать легенды. Именно Казанский Федеральный и по сей день остается единственным вузом-партнером Рикен не только в России, но и в Восточной Европе. Однако с уходом с поста президента института Нобелевского лауреата Рёдзи Найори судьба сотрудничества вызывала опасения. Но недолго, уже через пару месяцев после смены руководства и политики Рикен, КФУ позитил наш давний друг и партнер профессор Хайшизаки. Буквально накануне отлета в Казань мы обсудили с новым президентом Рикен перспективы сотрудничества с вами. И должен вас заверить, поводов для беспокойства нет. Мы заинтересованы в продолжении уже начатых совместных проектов, потому что вы один из немногих, с кем у нас пересекаются интересы. И вполне возможно, что уже в ближайшее время наше сотрудничество расширится. И нам, и вам есть что друг другу предложить. Кроме этого, Казанский федеральный заинтересовал еще и один из лучших медицинских вузов Японии – университет Джунтендо. Его представители прилетели в Казань вместе с Йошихидо Хайшизаки. Японских коллег заинтересовал симуляционный центр КФУ, о котором они слышали не раз. Откровенно говоря, мне впервые приходится видеть симуляционные центры такого уровня. Даже будучи лучшим в Японии, наш университет Джунтендо не мог себе такого позволить очень долго. Сейчас время пришло, и думаю, ваш опыт будет для нас очень полезен. Попытаемся повторить нечто подобное, как вернемся в Японию. Хотя это будет сложно. В университете Джунтендо намерено не только перенять наш опыт, но и сотрудничать с КФУ в дальнейшем. Японцев очень заинтересовали наши симуляторы. Они хотели бы видеть разработки ученых КФУ у себя. Кроме этого, назревает ряд совместных проектов с КФУ и Рекен. Речь идет об исследованиях, геномной медицине и изучении клеточных мутаций. Александр Александров, Ленардо Витьяров, Универньюз. Почему до сих пор не работает казанский велопрокат-велик? Что заставило круизный теплоход остановиться посередине Волги? Рубрика ВепНьюз поможет найти ответы на все вопросы. Круизный теплоход «Князь Донской», который вышел из Казани, Волгоград, совершил внеплановую остановку посреди путешествия по Волге, так как закончилось топливо. Представитель компании, которая принадлежит судно, сообщает о том, что туристы уже добрались до суши. Сегодня стали известны результаты первых экзаменов выпускников 11-х классов. В Татарстане ИГ по географии на 100 баллов сдали три выпускника, по литературе – два. В целом, результаты по этим предметам в этом году улучшились. Песенный конкурс «Евровидение», прошедший в этом году в Австрии, собрал рекордную аудиторию в 197 миллионов человек. Как сообщает Европейский вещательный союз, финал конкурса собрал в два раза больше зрителей, чем телеканалы в прайм-тайм. В интернете набирает популярность видео, как легендарные советские актеры исполняют песню «Земфиры. Хочешь». Стадион «Казань-Арена» будет готов к проведению футбольных матчей чемпионата мира по футболу уже в 2016 году. Об этом заявил министр спорта России Виталий Мутко. В Казани стартовал проект «Театр ветеранов войны и друженикам тыла». Уникальная для России акция проводится в столице Татарстана уже в седьмой раз. В этом году акция началась с премьеры сезона «Оперы. Любовный напиток». Музей счастливого детства посетил мэр города Казани Ильсур Медшин. Он рассмотрел экспонаты, поностальгировал и подарил музею хоккейный шлем и клюшку с собственным автографом. 5 июня в Казани состоится второй городской книжный фестиваль «Книга-фест-2015», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина. «Книга-фест» будет проходить в Лицском саду. В рамках мероприятия будут работать различные тематические зоны. Казанский велопрокат «Велик» заморожен из-за отсутствия финансирования. В Казани даже к 1 июня не запустили систему общественного велопроката, которой наш город гордился с 2013 года. Учителя играют огромную роль в развитии страны, поэтому очень важно повышать уровень подготовки педагогов. На базе Института психологии и образования КФУ проходит Международный форум по модернизации педагогического образования. Подробнее об этом в сюжете Адиле Валеевой. Международный научный форум по модернизации педагогического образования проходит в КФУ на базе Института психологии и образования. Первый день форума, 3 июня, состоялся российско-турецкий семинар. Проблема подготовки учителя на сегодняшний день является одной из самых центральных во всех странах мира. Общеизвестно, например, что в Финляндии разрешить проблему поднятия уровня образованности всего населения, а также валового национального продукта смогли с помощью очень хорошей подготовки учителей. На международный форум приехали гости из Турции, Голландии и Великобритании. На семинарах они делятся своим опытом в сфере образования и педагогики. Я благодарен кафедрой за то, что они пригласили меня на эту конференцию. Расскажу о том, как готовят в Турции специалистов по педагогике, отвечающих всем требованиям 21 века. Я хочу воспользоваться случаем приобщения к программе обучения по системе Януша Корчика, также установить в этом плане связи с местным педагогическим факультетом Казанского университета и работать дальше в сотрудничестве. Во второй день форума участники прошли регистрацию, после чего состоялось торжественное открытие, в котором выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров со знакомительной речью. Одна из основных целей данного форума – это создание двух организационных моделей педагогического образования. Реализуя две организационные модели педагогического образования, мы сможем сравнить достоинства и недостатки, и каждый из них, и по крайней мере, в рамках нашего региона пытаемся найти наиболее эффективный путь подготовки квалифицированных педагогов. В рейтинге качества приема вузов Российской Федерации за 2014 год КФУ занял по направлению психолого-педагогического образования вторую позицию, по педагогическому образованию в целом – девятую. Это значит, что через несколько лет придут более мотивированные и прекрасно подготовленные выпускники. Аделя Валеева, Ислан Нурманов, Универньюз. В России создают систему распознавания лиц на базе обычной видеокамеры. Как такое возможно? Узнаем из рубрики «Новости науки». Мне уже не терпится, я сразу перехожу к новостям науки в мире. Ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне разработали способ изготовления микросхем из волокон целлюлозы, то есть из дерева. Похоже, мы стали на один шаг ближе к биоразлагаемым гаджетам. Бумага из нанофибрилцеллюлозы, похожая на пленку, может использоваться в производстве микроэлектроники. Разработанная технология позволит не только производить биоразлагаемую электронику, но и сократить использование в микросхемах токсичных материалов. А в России для преобразования стандартной IP-камеры в интеллектуальную систему видеонаблюдения разработчики Томского государственного университета системы управления радиоэлектроники создают программный комплекс, состоящий из нескольких модулей. Он позволит системе в режиме реального времени определять и распознавать лицо человека в движении с разных ракурсов. Разработка будет полезна для автоматической фиксации посещения занятий студентами, школьниками, а также для упрощения пропускной системы на предприятиях. И в заключении в Татарстане с 11 по 13 июня на территории Казанского IT-парка состоится мероприятие для студентов, аспирантов и молодых ученых «Акселератор инновационных проектов в области медицины». В рамках данного мероприятия состоится смотр инновационных проектов на стыке информационных технологий и медицины, фармацевтики и биотехнологий. Так что не пропустите, а на этом все. Сегодня КФУ распахнул свои двери для участников 11-й международной конференции «Ритуальный год. Традиции и трансформации». Данное мероприятие проводится в России впервые. Подробнее о нем расскажем в нашем следующем сюжете. До этого международная конференция проходила в разных городах Европы, а в этом году такая честь выпала в столице Татарстана. Казань встретила своих зарубежных гостей национальными татарскими песнями. Основной темой обсуждений стала праздничная культура многих народов, которая подвергается серьезным изменениям в современных условиях. Были рассмотрены такие вопросы, как семейные обрядности татар, происхождение и эволюция национальных символов, а также роль и значение ритуала в культуре. А сейчас в эпоху глобализации нам особенно интересно посмотреть, как меняются эти ритуалы. И вот эта конференция называется «Традиции и трансформация». То есть мы обращаем внимание на то, как сейчас меняются обычаи, обряды и ритуалы. Конференция продлится до 7 июня. Свои доклады представят участники из таких стран, как Финляндия, Нидерланды, Великобритания, Болгария и многих других. Инна Федотова, Юлия Парышева, Руслан Урманов, Универ Ньюс. Со дня защиты детей прошло уже три дня, а новости из Елабуги прилетели с голубями только сейчас. Как там отметили самый детский праздник, узнаем из сюжета наших елабурских коллег. Солнце, море и вода – наши лучшие друзья! Настоящий праздник устроили в День защиты детей студенты и сотрудники Елабурского института КФУ 1 июня. Веселые кегли, скакалки, игры в мяч были организованы на площади перед институтом. Ребята с удовольствием участвовали в конкурсе рисунка на асфальте. В ходе программы на сцене выступали волонтеры института и талантливые студенты детского университета. Они пели, проводили танцевальные баты, вызывая восторженные аплодисменты зрителей. В этот же день состоялось награждение самых активных студентов детского университета. Я ходила сюда в детский университет три года, и я сюда пришел на праздник. Мне здесь нравится, ну, как я танцевал там, и как я, ну, как я играл вместе с всеми. Ну, еще понравилось, как все выступали. По словам руководителя проекта Фариды Газизовой, подобные мероприятия в нашем институте уже стали традиционными. В ходе праздника были отмечены также и родители, которые активно принимали участие в занятиях детского университета. Они тоже были награждены памятными подарками. А завершилось мероприятие детским танцевальным флешмобом. Фейна Харитонова, Екатерина Сайбель, Айдар Салихов и Невер Ньюс. Это были все новости Казанского федерального на сегодня. До скорой встречи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!